Эра водолея, эра перехода, наши души выбрали особое время. На уровне природы я создаю жизнь, и женщина она про жизнь. Прямо сейчас мы рождаем новое человечество. Предназначение каждой женщины – это в первую очередь быть женщиной. Обалдеть, то есть это может быть прямо жизненной задачей? Представляешь, почему ты так много и так долго себя предаешь? Ум – ненадежная конструкция, особенно для счастья. Мне стало так интересно жить эту жизнь. И если женщина не создала поле, мужчины не видят пути, психики. Практически невозможно выжить, когда не на что опереться. Ты делаешь шаг, и ты не видишь ступеньку. Самая главная женская практика, знаешь, какая? Созерцание. Принять и сдаться. Сдаться – это не проиграть. Великолепная мысль. Всем привет, мои дорогие. Меня зовут Ольга Чебыкина, и вы на канале «Женщины». Вы знаете, что у нас новый сезон. Новый сезон ознаменован несколькими очень приятными, очень значимыми, глубокими изменениями, которые, может быть, вы не сразу можете прочувствовать, но просто доверьтесь мне. Вообще мы действуем с вами на таком доверии, созидательном, на спокойствии, на удовлетворенности своей жизнью, на ощущение того, что мир глобально справедлив и даже локально справедлив. Я знаю, что для вас это важно. Спасибо всем, кто заполнял нашу анкету. Мы проводим исследования часто зрительских наших предпочтений. Девчонки команды делают анкеты с вопросами. Девочки-зрительницы их заполняют, чтобы держать руку на пульсе того, что интересно, на какие темы говорить, какие вопросы поднимать, как помогать друг другу. И в новом сезоне мы добавили слово «новые женщины», потому что мы обновляемся, события вокруг нас закручиваются. Это все очень интересно наблюдать, присутствовать внутри, соучаствовать и чтобы все время оцифровывать, как меняются потребности нашей аудитории, потому что у нас аудитория такая очень прогрессивная. Так вот, в новом сезоне у нас появилась новая ведущая Оля Младенцева, с ней выходят выпуски. В новом сезоне у нас новые темы и новые форматы. У нас возникла рубрика, которая перекочевала с другого канала. А что, если получится? Это история женского успеха, бизнес-успеха, в том числе такие большие портретные интервью. И, конечно, появляются новые эксперты. Я всегда дополнительное волнение испытываю, представляя нового эксперта, потому что это большая ответственность. Приходит человек, который много лет набирает свои компетенции, а потом доверяет весь свой жизненный и профессиональный опыт нашей площадки. Екатерина Петерсил, я уверена, что многие из вас ее знают, потому что у тебя и большая аудитория, и проекты известные с большим количеством женщин, вовлеченных в твои борческие и бизнес-процессы. Ты основатель Международного клуба гармоничного развития женщин. Кроме того, у тебя есть ток-шоу, и мы с тобой коллеги. Называется «Душевное утро». Ссылки обязательно оставим. Это ток-шоу на Ютюбе и в одной из социальных сетей. Размещается в описании к видео. Всегда можете это найти. Катя, дорогая, приветствую тебя. Приветствую. Мне так радостно быть здесь. И восхищаюсь твоим мастерством. Часто я слышу в свой адрес, что Катя, ты так здорово представляешь, аж так приятно, аж душа радуется ее слушать. И я думаю, так приятно, когда видишь мастера в своем деле. Благодарю тебя за представление. Спасибо. Профессионализм — моя религия. Одна из. Понятно, что это такая социальная религия, но тем не менее, да, я это культивирую. Вся команда это культивирует, и зрительница это знает. Я очень рада, когда эксперты это отмечают. Мы с тобой знакомы. Я имела счастье недавно в Москве выступать на твоем мероприятии. Это был потрясающий опыт. Мы даже можем там видео показать, чтобы люди соотнесли то, что вы видели в социальных сетях. Это было именно выступление у тебя. В Модусе мы в Москве собирались. Удовольствие видеть таких красивых, наполненных, открытых женщин. Вот первая тема нашего выпуска мы всегда обозначаем по тематикам, хотя они всегда такие сферические, очень объемные. Женщина нового времени — это твоя формулировка, это тоже твоя идея, твоя религия. Откуда возникло это словосочетание? Хотя оно, знаешь, вот как на кончиках пальцев. Это какая-то как мировая идея, она висит в воздухе. Многие эксперты говорят про то, что сейчас женское время. Мы социально это видим. Девчонки на высоких должностях, с большими заработками. Мы давно освоили ряд профессий, которые считались мужскими. Мы столетиями двигались к тому, что роль женщины социально усиливается, безусловно, и не ограничивается только материнством. К слову, Катя — мама троих детей, если что. Потому что иногда, знаешь, возникает такое ощущение, ой, ну понятно, сидят такие какие-то там, значит, или светские, или какие-то гламурные, или еще какие-то духовные, просветленные, рассуждают о высоких материях. Все известно про быт, про пеленки, про подгузники. Зубы режутся, про животик крутит, про взаимодействие младших и старших. Трое детей — это вам не шутки. Я с одним ребенком до сих пор горжусь. Самая моя главная победа — до сих пор я мать человека? Серьезно? Да, оттуда вот этот, усатый. Сейчас у меня уже человек. У него усы уже? Да. Вау, на стиле. У меня, у нас усатого человека. Да, так и есть. Женщина нового времени, как ты это почувствовала, когда, из чего, во что это трансформировалось? Знаешь, ты в самом начале так классно сказала, что это вот как будто бы есть в воздухе, и этим напитано каждый из нас. Это прям не спектр ума, а вот именно спектр ощущений, когда ты понимаешь, что ты знаешь ролевые модели, например, своих мам, которые часто были за мужчины, где мужчина главный, а ты приложение к мужчине, и ты можешь быть успешным, но не слишком успешным, чтобы не перекрыть мужа. Еще свежи у нас воспоминания о достигаторстве. Например, у меня был такой опыт, мне кажется, это тоже его проходило, когда ты думаешь, все, теперь там я сама, я все могу, все получится. Знаешь, такое вот сдерживание, которое было там 2000 лет, когда женщину уничтожали, когда женщин принижали, и у нас как бы это в крови есть. А потом нас как будто бы отпустили, вот разжали кулак, отпустили на свободу, и ты не можешь ей наездиться. Да, и ты уже не можешь. Ты сбегаешь там от отношений, потому что там был какой-то болезненный опыт, бежишь от материнства, а потому что тебе кажется, что там не так интересно, например, как в бизнесе. То есть прям такой, знаешь, прям мощный идет скачок достигаторства, который зачастую даже не остановить. Да, ты не понимаешь, вот как вот это гармонично все сочетать. И для меня женщина нового времени, она, знаешь, прям родилась такого чувственного спектра, когда ты еще не знаешь, как вот быть в этом новом времени. А я думаю, все замечаем, что сейчас эра водолея, эра перехода. Наши души выбрали особое время вот быть здесь в это время, в этом месте. Я всегда об этом говорю, это, знаешь, такой чувственный спектр, когда ты понимаешь, что это же я выбрала. Вот это время. А мы сейчас живем во время, когда мы за одну жизнь, мы наблюдали там от перехода, от телефона, где нам вот так вот нужно было набирать по кругу или сходить на телеграф. Когда мы сейчас на пике информационных технологий, искусственного интеллекта и по сути без преувеличения, именно от женской энергии, от женщины проявленной в своей природе, зависит, как сейчас все будет развиваться. Куда мы пойдем? Потому что, например, те же самые технологии, да, это структура, это мужская энергия, да, и мужчины четко здесь все застроили, создали форму, но наполняет уже вот форму. Технологии искусственного интеллекта, то там, например, сейчас наша часть бизнеса, еще международные тренинги, и в прошлом году у нас проходил тренинг с Робертом Киосаки. Так вот он там просто держался за голову, да, и он говорит, я никогда не видел такого времени, что происходит, когда Амазон... Да, даже такой человек, который много чего повидал, да, этим изменением, да, и он говорит, я не понимаю, что происходит. С каждым днем мы наблюдаем, сколько бесполезных людей. Десятками тысяч людей теряют свои работы. Мы наблюдаем, что человек становится не таким эффективным или выгодным, по сравнению, например, с машиной интеллекта. И вообще сейчас такие вопросы экзистенциальные поднимаются. А что такое человек? А женщина? А мужчина? В чем эта разница? И вот по моим ощущениям, каждая из нас выбрала это время вот с таким набором даров, талантов, компетенций, травму, да, вот эту родовую систему, которая помогает им активировать программы, для того, чтобы реализовать то, зачем каждая сюда пришла. И как я ощущаю сейчас предназначение каждой женщины, это в первую очередь. Ты знаешь, даже я советовала с астрологами, номерологами, которые смотрят предназначение, и они все больше говорят, я не понимаю, у тебя просто по цифрам нужно понять, а что это такое быть женщиной? И девчонки говорят, да как это в смысле? Как бы скажи мне что-то нормальное, да? Говорят, нужно просто разобраться, как жить в этом женском теле. А это же ведь еще то мастерство. Балдеть, то есть это может быть прямо жизненной задачей? Представляешь? Удивительно. Потому что если ты соединена вот с этой природой, а женская природа как раз таки это энергия единства, не разделения. Когда сейчас, представляешь еще сейчас какое время, когда готовилась к мероприятию, на котором ты выступала? Я подняла статистику Блумберга, и там просто страшные данные, что сейчас, вот прямо в это время, прямо сейчас 183 военных конфликта. То есть мы сейчас вообще в рекорде за 30 лет по количеству военных конфликтов. И это же опять вот это разделение. Конечно. Знаешь, когда хочется доказать, кто лучше, кто хуже, там по территориальному, по каким-то ресурсам. А женщина это та, кто может либо как развязывать войны, либо быть миротворцем, создавать этот мир. Потому что наша природа, где через свое тело, через природу принятия, да, если мужчина, это достигаторская энергия, смотреть даже на устройство в наших органах. Да, женщина это про принятие, про состояние. Мужчина, например, как посмотрите, яйцеклетка сперматозоид, да. Да, это про захват, про экспансию, про калитарий. это кто быстрее, кто там, вижу цель, вижу препятствия, все там, да, сильнейший выживает. То есть это красивая, проявленная мужская природа с сильным мужским духом, который тоже сейчас на самом деле страдает, потому что нет ярких, проявленных в своей природе женщин, вот именно в женских качествах. И мы сейчас наблюдаем как раз эру, когда слаб мужской дух и слаба женщина, но именно в своей природе. Она может быть сильна прям в достигаторстве, там достроить, там завоевывать, сильна в мужском, но слаба в своей природе. То, зачем она сюда пришла. А каждая женщина, это знаешь, на своих мероприятиях, я же очень много ориентируюсь именно на чувственный аспект, и я это как-то упаковываю в слова, и каждая женщина потом ко мне подходит со слезами на глазах и говорит, Катя, я вот именно так и чувствую, я просто не могла это как-то собрать, а ты это все структурировала. Я говорю, да, просто я поняла, что нужно об этом говорить, чтобы каждая женщина сейчас, знаешь, сильная женщина стала чем-то таким, вот как мужественная женщина. А это же сильна в своей природе, когда все везде разделяется, ты выбираешь вот это единство, что да, в моей природе через соединение яйцеклетка-сперматозоид на уровне природы я создаю жизнь. И женщина, она про жизнь, она про это единство и рождение нового. И знаешь, у женщины же очень красивая миссия. Мы выбираем себе партнера, создаем отношения, рожаем детей. И это у тебя красивый, старший, мощный сын, про который мы обсуждали. У меня трое детей. И очень много женщин, которые познали это опыт от материнства. И, конечно, это очень важная задача, которую мы все реализовываем. Но при этом, как я ощущаю, сейчас есть еще даже более важная задача у женщины, даже выше, чем просто родить собственного ребенка, потому что прямо сейчас в эту эру хаоса, нестабильности, когда непонятно вообще, что происходит в спектре трех месяцев. Когда там сильнейший этого мира, Илон Маск, Роберт Киосаки приводил пример, они хватаются за голову и говорят, боже, нафиг, вырубите это все, потому что непонятно, куда мы движемся. Это как будто бы бесконтрольно, как будто человек потерял контроль над технологиями, которые сам создал. Да, ну такой, типа иллюзорный контроль. Да, конечно. Никогда его не было. Конечно. Сейчас как-то, знаешь, так обнажилось. И вот именно в это время я прям чувствую, что это мое время, твое время, каждой женщины, потому что вот прямо сейчас мы рождаем новое человечество, новое время, вот эти вот новые законы, по которым можем жить. И это все рождается именно из чувственного спектра. И это рождают те самые женщины нового времени, про которые мы с тобой говорим, которые смелые настолько, чтобы жить вот в честности с собой, чувствовать, а что для меня действительно вот сейчас ценно, что я хочу, что я выбираю. Не потому что я буду хорошей, удобной, принятой социумом, получу какие-то медальки, а вот смелая настолько, что я выбираю, независимо от того, что мне говорят, что от меня ожидают, что я выбираю для себя. Вот такое, знаешь, прям честность сопряженная со смелостью. Девочки, можно на этом выпуск заканчивать уже, потому что очень важные вещи прозвучали. Я очень люблю, когда, вот Катя правильно сказала, твое время, мое время, твое время. Я смотрю через экран на тебя, на каждую, кто нас сейчас слушает и слышит, я надеюсь, потому что это разные вещи, слушает и слышит. Твое время, время каждой из нас, персональное, требующее, на самом деле, очень большой решимости, признать себя, познать себя и вот это вот быть женщиной. Напишите, пожалуйста, в комментариях, интересно порассуждать. Чувствуете ли вы себя женщиной? Что для вас такое быть женщиной? Каковы ваши роли, потому что она не одна? Каковы ваши главные задачи? Как, может быть, они менялись от периода к периоду? Какие задачи вы сейчас перед собой видите? Это очень интересно. И не забывайте, что описание к нашим интервью, это всегда очень важная часть. Там вы найдете ссылки на социальные сети. Особенно бы я рекомендовала вам, Катя, телеграм-канал, потому что вот эта философия проживания себя как женщины, поиска вот этой идентичности женской и выхода открытого с ней к аудитории большой, будь то ваша семья, узкий круг, друзья там, коллеги, или же, если вы в публичной сфере, или вы являетесь, не знаю, руководителем большого коллектива, вы же не перестаете от этого быть женщиной. Тут еще большая решимость нужна. Вот там много всего того, что вас на этом пути поддержит. Кроме того, есть закрепленные вещи в Телеграме. Например, гайд закреплен в вопросы для развития всех сфер жизни, которые обогащают тебя на каждом уровне, в каждой сфере. Это то, к чему мы все стремимся, вот к такому гармоничному развитию. Девчонки мои дорогие, всем привет. Можете задавать смело мне вопросы про мою работоспособность и работоспособность нашей грандиозной команды. У нас будет еще один канал. Это канал, я не скажу, что только для мужской аудитории, это канал для предпринимательской аудитории. Но если вам интересно, вы можете на него, конечно, подписаться, потому что огромное количество женщин, которые нас смотрят, сами являются предпринимателями. Кто-то только хочет перейти в эту категорию, кто-то является супругой предпринимателя. Это тоже роль. Роль сложная, ответственная, и вам тоже может быть интересно, и вы можете советовать своим мужьям, своим друзьям, женщинам, мужчинам, тем, кому тема лидерства, предпринимательства, тема денег и власти, если хотите, тема влияния интересна. А также интересна тема ценностей, смыслов, взаимоотношений, партнерства. Не могу сказать секретов, но инструментов, стратегий, методов. Это подкаст, который в черновом варианте сейчас называется «Миллионщики». Там есть первое видео, где я рассказываю суть и смысл этого названия, где я прошу помощи в создании слогана канала, его девиза, в поиске героев. В общем, по QR-коду можете перейти, если так будет удобно, или ссылка есть в описании к этому видео. Наш новый подкаст «Миллионщики» про бизнес, отношения, методы, инструменты и, конечно, ценности и смыслы. Очень волнительно новая роль или другая грань моей прежней роли интервьюера. Хотя я воспринимаю это как новую роль, готова принять любую реакцию аудитории, потому что я уже достаточно крепка, чтобы не потерять голову от поддержки и не скатиться в депрессию от критики. Переходите на канал, если вам интересна эта тема, рекомендуйте его тем, кому, как вам кажется, этот подкаст может быть интересен. Там первое видео уже лежит. А также недавно вышло первое интервью. Это пилот. Формат еще может меняться, темы могут меняться, подход к монтажу может меняться, антураж может меняться, статус героев может меняться. Все может меняться, ничто не вечно. Но я из тех, кто решает и делает. Это может быть успех, а может быть просто жизненный опыт. И к этому я тоже готова. Спасибо за ваши подписки и за доверие тем, кто мне его окажет. Увидимся. Несмотря на то, что я многих своих гостей знаю лично, мы общаемся взаимодействием, с кем-то у нас есть партнерство. Плюс мы готовимся к интервью, много друг про друга узнаем, много беседуем, есть сценарий, но все равно всегда что-то новое в момент беседы происходит. Ты сказала гениальную совершенно вещь про то, что подумайте, если из этой точки, из этой позиции отнестись ко всему, что происходит. Наша душа выбрала это время. И вот все, что вы сейчас, бонусы какие-то получаете от времени и все минусы, проблемы, сложности, когда ты, какие-то сумасшедшие скорости, когда социальные роли меняются. И тебе кажется, ну почему так, почему не может быть, как было раньше, как в книжках написано, как у мамы было. Это же было понятно и привычно, так твоя душа сама выбрала это время, представляешь. Прямо сейчас твоя душа выбрала это время. Это не случайность. Вообще, в последнем фильме Вуди Алина «Великая ирония» герой говорит, что это просто чисто математика. Родится шанс по математике, по теории вероятности, вот количество сперматозоидов, возможность их там добраться первыми, закрепиться, чтобы беременность зафиксировалась, сформировалась и мамке выносила один шанс к 400 миллиардов. Один шанс против 400 миллиардов. Просто задумайтесь. Я часто люблю повторять, что мы избранники бытия. Люди живут так, как будто это просто бытовая ситуация. Как будто это просто само собой разумеющаяся. Просто оцените красоту этого момента и что из этого можно издать. Знаешь, я хочу сюда еще добавить, что ладно, родиться, потому что были разные времена, родиться в эпоху перехода. У меня есть духовный мастер, и она говорит, что очередь сюда, чтобы упасть в землю, вот в этот этап перехода. И мы за один жизненный цикл можем сразу же решать несколько задач. Если, например, раньше времена, даже просто на технологии посмотреть, как они развивались, раньше можно было, например, максимум две, а сейчас такие души приходят, знаешь, которые прям вот объемные, мощные, вот я такая, знаешь, ненасытная душа, мне столько интересов, столько хочется попробовать. То есть мы приходим, чтобы вдоволь наиграться, и мы можем за одно воплощение решить прям три, пять, много задач, чтобы обогатить себя через вот один жизненный цикл. И ты знаешь, мне так хочется еще добавить, вот про эту эру перехода, почему сейчас, например, так много помогающих профессий. И я знаю, что многие женщины, они смотрят, например, там в YouTube, у тебя столько экспертов, просто потрясающих женщин я посмотрела, и в Instagram, и кажется, что уже так много женщин с самых разных направлений, куда еще я здесь? Буду начинать, когда кажется, что все уже ушли так вперед далеко и не догнать. А сейчас же как раз мир и делится еще, знаешь, на две части людей, которые просто, они не смогут справиться вот с этой эрой хаоса, нестабильности, когда все меняется, им нужна помощь. И как раз вторая часть людей, это как раз по большей части женщины, которые про жизнь, да, про эту энергию единства, вот эту энергию Творца, они как раз и будут помогать всем тем, но это реально психики, ну практически невозможно выжить, когда не на что опереться. То есть у тебя нет как бы внутренней простроенной оси, с которой тебе есть контакт, телесная включенность, ну просто невозможно пройти дальше. И как раз помогающая профессия, поэтому я хочу просто всем сказать, да, если вы чувствуете этот отклик, быть вкладом, да, вот я прям хочу помогать, я еще, может, пока не знаю как, но я чувствую просто это желание и отклик помогать людям, делиться идеями, то вот пусть это будет, знаете, еще одним знаком, наверняка вам еще много прилетало до этого, еще одним знаком, что раз я здесь и раз я это слышу, то моя душа выбрала через Катю Петерсил еще раз себе напомнить, мы же по сути разговариваем вроде как с разными людьми, а на самом деле это всегда просто ты сама себе через разных людей доносишь сообщение, что прямо сейчас сделай то самое действие, которое может быть будет нелогичное, неудобное, непонятное, выходит вообще за рамки твоего привычного, но вот я сейчас делаю этот выбор, а это всегда трудный выбор, в пользу себя, в пользу того, что я чувствую во имя свое, это самая трудная работа, и, знаешь, еще второй момент, у меня такое раньше было, мне казалось, ну вот, Кать, ну вот, а что ты можешь сделать? Уже столько людей, умных, интеллектуальных, продвинутых, прокачанных, ну вот, ну реально, ну вот так вот, по факту, посмотрите, сколько людей, какие огромные мировые процессы, ну что ты здесь реально можешь сделать? Это то, что вот меня, например, очень долго тормозило, а сейчас я прям физически ощущаю, если ты понимаешь свою природу, как женщины, а женщина-природа это пространство, мужчина-это путь в пространстве, достигаторская энергия, и если женщина не создала поле, мужчина не видит пути, и поэтому сейчас так много, знаешь, мужчин, которые не могут проявить свой истинный мужской дух, женщина всегда хочет быть сильным мужчиной, при этом она еще и может создать такое пространство, где мужчина не верит в себя, он не может встать на свой путь, да, то есть мы создаем тумблер, либо пространство созидания, либо пространство разрушения, сама того не ведая. Так вот, осознавая свою природу, где я в контакте с собой, в контакте с чувственным планом, где я опираюсь не на интеллект, а я опираюсь на то, что я чувствую и понимая вот эту свою природу, как вокруг меня буквально все структурируется, синхронизируется согласно моего состояния, то тогда я могу делать даже что-то небольшое, даже вообще могу ничего не делать, могу просто ходить, сиять, но все будет складываться вокруг меня совершенно, знаешь, таким неожиданным образом. И у меня, например, девушки в клубе, они говорят, а ну как-то само случилось. Я говорю, это не само случилось, это ты создала и ты сделала самую главную работу, потому что, знаешь, кажется, что нужно там кого-то чинить, много действия, какую-то суету наводить, но самая главная работа, от которой мы так много бежим и обесцениваем, это работа над своим состоянием. И тогда все пространство создается. Я была один раз у Бронислава Виногродского, он там мастер цигуна китайских практик, и у него была очень классная цитата, где он говорил, что если тебе приходится много чего делать, то ты упустил самый главный ингредиент состояния. Так вот для меня это про женщину. Нужно жить так, держать такое состояние ресурса, что тебе на самом деле не нужно много делать, и тебе кажется, отца, да, ну так оно с непривычки кажется, что оно как-то само работает. Нет, это работает в твоем состоянии. В клуб можно вступить? Да. У нас, знаешь, сейчас цель на 100 резидентов, то есть мы не хотим быть большими, потому что это такое кулуарное пространство, и это для определенного такого, знаешь, уровня сознания, где в клуб приходит не чтобы брать, а чтобы быть щедрым вкладом. И когда ты уже понимаешь, как работает этот мир, ты понимаешь, что когда ты вроде даешь кому-то, ты на самом деле еще больше наполняешь и этого человека, и себя. У нас такое создалось уже кулуарное пространство, я с тобой уделила, что сегодня для меня очень трепетный день, в котором мы очень долго шли, потому что как раз сегодня у нас стало 50, уже даже 51 резидент. И мы сейчас даже будем делать, что вступить в клуб можно через вот одного из резидентов, через знакомство. И с нами можно познакомиться в каких-то живых мероприятиях, например, в Москве, в Дубае, на Бали я провожу. Для того, чтобы был такой, знаешь, очень кулуарный формат, у нас там одна из идей, на которой все держится, это формат глубины коммуникации. Потому что многие говорят про окружение, зеркальные нейроны всегда четко работают, ты становишься тем, с кем ты проводишь время. Но я заметила, что мало кто говорит про глубину коммуникации. Так вот, то, что обеспечивает высокие результаты наших девушек-резидентов, это за счет того, что мы общаемся, да, на уровне ума, мастер-майнд. Да, ты знаешь, что мастер-майнд, это тоже я популяризировала в России, придумала эту концепцию. А мастер-майнд, это как бы такой вот мастер-ум, да, то есть когда мы на уровне ума-интеллекта общаемся. Но вот согласно энергии нового времени, ум ненадежная конструкция, особенно для счастья. Мы с тобой сейчас с утра поговорили, да, он тебе может подтащить, все подтасовать либо на негатив, либо на позитив, как ты задачу дашь. А вот сердце, да, вот мастер-харт, такой чувственный спектр, чувственный план. И мы каждую встречу, например, начинаем, как ты себя чувствуешь. И очень долго новые девушки-резиденты, они, когда задаешь вопрос, как ты себя чувствуешь, говорят, у меня вот так-то вот дела, вот это произошло, знаешь, вообще, это такое тума. То есть у нас нет, в принципе, такой привычки даже серьезно воспринимать вопрос, а вот что у тебя реально сейчас происходит. И ты можешь тогда уже, например, отслеживать. Да, когда это речь не про события и не про здоровье, условно, а более глубокое. Да, а просто как ты себя чувствуешь. Да, да. Да, вот что у тебя сейчас внутри происходит, нереально интересно, вот что сейчас в твоем мире. И это не то, чтобы там, ну, хорошо. Нет, а вот ты почувствуешь, что там сейчас. И следующий уже уровень, я знаю, что ты тоже это обсуждаешь с разными экспертами, это уровень души, master soul. И это должен быть определенный уровень развития сознания, когда ты, ну, видишь такую человеческую форму, как ты там, Оля, да, такая красивая, яркая, стильная. Но ты можешь узнать в этой человеческой форме душу, с которой вы в разных, например, картинках, декорациях, событиях уже взаимодействовали. И ты можешь даже, например, с тебя кто-то ранит, видеть в этом благо, проявление любви, что ведь именно самые любящие люди могут нас включить даже через какое-то негативное событие, не знаю, там, предательство, там, какую-то сону. Да, больнее всего, самые близкие делают, конечно. Да. И тогда тебе вообще отпадает вопрос. Ты понимаешь, что, вау, интересно. И вот каждый раз, например, коммуникацию выстраиваем, так, ну, ум говорит вот такую штуку, когда мы работаем в группах. Чувствую здесь вот так вот. Причём это, может, вообще не связано там с запросом девушек. А вот с уровня души мы не сразу погружаемся там на эту, да и не всегда он становится доступен, но это то, куда мы стремимся. И вот там уже, знаешь, когда ты решаешь задачи не просто с уровня одного воплощения или там одной жизни задач, когда ты можешь приподниматься чуть выше. А как, если посмотреть на это с уровня мудрой души, которая выбрала для себя этот опыт, это время, вот этих людей, которые там разные события выстраиваются, взаимодействия, вот там начинается особенно интересно. Поэтому, знаешь, клуб такой вот именно погружение, знаешь, я это называю такая алхимия жизни, где не просто можно, вот возьми такой инструмент, там, да, по бизнесу, или сделай такую штуку в отношениях и получишь результат. Где-то через чувственный спектр, из контакта со своим собственным ритмом, из контакта, вот, а какие задачи я выбрала. Да, есть то, что мне дается легко, есть то, что у меня уже наработано, скорее всего, в веках. А вот зачем я сюда пришла? Интересно вот вспомнить, чтобы не просто же опять подкопить, делать то, что я уже умею. Да, классно. А зачем я реально, это, знаешь, это такой непростой вопрос понять, потому что проще-то всего делать то, что у тебя уже хорошо получается, особенно ты уже там зарабатываешь деньги, да, у тебя там все, такое прокачано, статус, там, тебя признают за это. А вот что я сейчас, знаешь, прям сбегаю от этого, да, у кого-то это реально может быть, у кого-то и реализацию, у кого-то могут быть отношения, у кого-то материнство, прям кайфование в материнстве, потому что у нас у всех, если посмотреть, вот есть какие-то сильные стороны, а есть что-то такое. Конечно. Ну, там я себя не ощущаю, такой успешный, поэтому, знаешь, такая стратегия лучше. Да, и конечно, я это не делаю, а может быть, это и есть, то ради чего-то. Как это невероятно интересно, мы обязательно оставим ссылки и сайт, наверняка есть клуба, когда можно зарегистрироваться, знать подробности. И это так классно, не нужно много. Может быть, одна девочка посмотрит, и конкретно это твой путь, лично твой, вот сейчас присоединиться к этому великолепному сообществу. В описании ссылку тоже оставим, и по QR-коду можете перейти, если нас с большого телевизора смотрите. Мне очень нравится, когда девчонки отмечают нас, показывают, как они смотрят экспертов канала «Женщины». Это большие телевизоры с огромной диагональю. Сейчас через интернет можно зайти в YouTube и смотреть. Мне самой очень нравится. Я когда первый раз, знаешь, увидела на большом экране наш продукт, я просто обалдела. Это не то же самое, что с телефона, это совершенно другое ощущение. Телефон наводите, по QR-коду переходите, все подробности о клубе Кате можно узнать. Не могу не задать тебе ситуативный такой вопрос. Ты только что с Алтая вернулась, и ты туда тоже за каким-то опытом ездила. Потому что у девчонок часто вопрос, когда нужно остановиться в своей духовной работе, сразу забегая вперед, ответ «Никогда», потому что нет абсолютно, нет такого абсолютного мастерства жизни. Но тем не менее, за каким-то конкретным опытом сейчас ты ездила. Расскажи, что это было за путешествие, как оно тебя изменило, и твои, может быть, самые свежие осознания, что ты еще не озвучивал то, что это буквально несколько дней назад. Да, для меня поэтому это такой особый опыт. Я сейчас, понимаешь, как бы не расплакаться, потому что я даже сегодня практиковала, у меня сейчас есть практики утренние, и они как раз направлены на то, чтобы успокаивать, дисциплинировать мозг. У меня, знаешь, такой суперактивный мозг, мне кажется, похож на твой, который там много идей, там сразу хочется воплотить, сразу же кому-то голосовой записать. И вот моя практика – успокаивать этот ум, входить как раз вот в этот телесный, сердечный интеллект и выходить на уровень души, знаешь, потому что сигналы души, они настолько трепетные, они настолько тонкие, что пока ты вот в этой гонке, спешке, не слышен этот голос. И как раз моя поездка на Алтай, вот, да, для меня сейчас очень трепетно этим делиться. Вот, знаешь, я на Алтае была летом, и это первый раз, когда я обнаружила эту страшную правду о себе, которая была очень неприятная. И всегда, знаешь, когда такая боль, ты с ней сталкиваешься, и ты думаешь, блин, ну, типа, это не может быть про тебя. И я там тоже стояла в практике, и мой первый этап был, когда, знаешь, вот этот тонкий голос внутренний, вот он мне тогда сказал, когда там по 7-8 часов в день практиковали, стою на ногах, как будто идут процессы, вот этот голос тогда мне сказал, почему, почему ты так много и так долго себя предаешь? Я вначале даже не могла поверить. Ой, меня прошибает. Ты что, настолько был, знаешь… Вроде бы ты такая, ну, прокачанная, ты как раз следуешь своему пути. Я вот женщинам передаю вот это мастерство, жить свою жизнь, вставать на свой путь. И когда вот у меня вот этот голос, я даже не могла понять, сопоставить. Ну, как? Я женщина, которая столько себе позволяет, которая выстроила такие партнерские отношения, где у тебя, ну, все реализовано, все, что хочешь. Ты знаешь, такой тонкий голосочек, вот у меня до этого еще, знаешь, такой был момент, когда ты дома сидишь уже, детей уложила, чаек пьешь, и все тебе хорошо, ты живешь в раю, я живу на Бали. У тебя прекрасный дом, прекрасный муж, трое детей. Я очень люблю свое дело жизни. То есть я реально нашла то, что меня заряжает. И когда ты вдруг понимаешь, что вот эти социумные вещи, а нет вот этой глубинной удовлетворенности. То есть можно зафокусироваться на этом. Я даже думала, Катя, что с тобой не так? Да. Ты просто благодари за все, что у тебя есть. Ты что такая неблагодарная? Благодари, вот смотри, все здоровы, все счастливы, дом, муж, ну что тебе еще нужно? А вот этот тонкий голосочек, который говорит, не могу понять, как будто бы я что-то здесь не доделываю, как будто бы я не могу ощутить вот эту наполненность даже от всего, что есть. И я прям себя даже не могла долго скалибровать вообще про что. Это как раз на Алтайбл, это активация, когда услышала этот голос, я предаю себя, и я вдруг начинаю, текут слезы, я реву, я понимаю, что я предаю себя. Я никогда бы не сказала себе, что я предаю себя. Я предаю себя, называя это служением людям, ответственностью, вкладом в других людей, но в первую очередь не чувствуя, а я-то что хочу. То есть есть договоренности, есть обязательства, там, по Тоне Робинсу, там, да, многогодовые. Такой, все, надо сделать, пофиг, что ты чувствуешь, надо вот довести дело до конца, надо выполнить обязательства, а не передоговориться. И вот это было такое, знаешь, мое мощное пробуждение. И такой обед, где я договорилась, что я теперь буду слушать эти тонкие отклики. Представляешь, что летом произошло? И вот с этого момента, с лета началось все самое интересное. Мне стало так интересно жить эту жизнь, когда ты идешь там где-то против социума, против договоренности, против даже того, что ты верила сама. Вот мы с тобой в кулуарах делились. И начала себя прям узнавать по-новому. И вот сейчас уже на зимнем Алтайе мы ездили на Белуху. И для меня было такое погружение. Я даже сейчас на интервью к тебе ехала. Я думаю, Катя, ну только не заподи вот в эту социальную роль. Ты когда, знаешь, такой экспертный эксперт, такая умная, прокачанная. А будь просто по-настоящему живой. Вот как ты есть в своем естестве. И ты прекрасно же ведь именно такая, когда ты в естестве. Не когда ты стараешься кем-то быть, соответствовать какому-то образу, который ты придумала. А вот именно такая, какая ты есть. Ошибаешься, может где-то говоришь неправильно, не так складно. Ты вот такая и проходишь этот свой путь. Постоянно на нем растешь. И вот в этот раз, да, вот такое благословение Белухи нас было. Мы поехали уже в экспедицию по Акему реке, а потом вот это вот озеро. Ты знаешь, когда ты с Белухой, это чистота. И я прониклась новым пониманием, что такое быть свободной. У нас сейчас какая главная болезнь современного мира? Что самообман, это как бы, ну это естественно. Возьми там Инстаграм. Конечно. У тебя там фильтры, у тебя как-то нужно там себя представлять определенным образом. Нет контакта, какая ты истинно есть. И что ты на самом деле хочешь. Мы прописываем в списке желаний. Думаем, почему ничего не сбывается, а там только одно-два, которые истинно твои. И ты не можешь понять, а что истина твоя. Такой мусор в голове, что бежишь за тем, что на самом деле не твое. И вот для меня открылся новый уровень свободы, когда я могу быть настолько, знаешь, честна, чтобы не надевать на себя какие-то социальные вот эти вот... У меня даже есть моя такая духовная семья. Они надо мной постоянно ржут. Говорят, ну все, Катя одела такую, значит, социальную походку, социальное такое лицо, такая... И она говорит, ты такая красивая, как будто ты просто в своем естестве. И я поняла, что я хочу и женщинам каждой передавать, что да, ты можешь быть суперэкспертом, да, суперинтеллектуалом, но самая ты красивая, вот сияющая в своем естестве. И как раз вот, когда ты, знаешь, смотришь, это белуха, и она такая могущественная, сильная, и она вот в этой своей природе максимально проявлена. Там столько силы, столько заряда, столько чистоты, этой свободы. И я почувствовала, сколько мощи, силы, и такой, знаешь, прям магнетизма, притяжения к себе самых запредельных событий, людей, выстраивания вообще, знаешь, всех меток реальности, когда ты в своем естестве. И вот я женщинам сейчас тоже передаю, все мы ищем какую-то особенность, что меня отличает от других, какую-то уникальность. А вот если ты просто сдашься, это, знаешь, тоже такой ключевой женский навык, у меня даже еще песня есть, я, кстати, еще тоже свою такую творческую часть реализую, где я пою о том, что вот только когда ты сдашься, ты соединяешься своей силой. Если раньше время, например, было сдаться, это проиграть, и чтобы кто-то выиграл тогда, ты проиграл, сдался. А сейчас сдаться, это, знаешь, это вот не бороться с реальностью, тем, что как мне кажется должно быть, и как оно происходит. И вот сдаться своей силе. Мне сейчас доступен, даже, знаешь, в этой жизни вот одна страничка многотомника. Да. Не просто книги, а многотомника. Я не могу даже своим сознанием охватить, вот что здесь, как здесь причина связи работы. Я могу только маленький кусочек понаблюдать, и то, если я внимательно. И довериться. Да, поэтому самая выигрышная стратегия, она и прописана, зашита у нас в теле, это принять женское тело, она про это, и сдаться. Класс. Сдаться вот этому контакту с собой, со своим сердцем, а не ум, который может уносить себя на веселых колесницах. Девочки, давайте напишем. Вот ты сейчас говоришь, и я это так и чувствую. Я сдаюсь. Я сдалась многим процессом, за которым тут столько поделилась. Можете тоже написать просто в комментариях. Я сдаюсь. И это совсем не страшно. Сдаться это не проиграть. Это великолепная мысль. Да, напишите еще, что чувствуете. Знаешь, вот когда вот это слово «я сдаюсь» и «чем вообще я сдаюсь». Я сдаюсь – это очень красивое название, великолепное. Еще этот аспект жизни, этот поворот мы не затрагивали. Ты сказала, когда мы готовились с тобой к этой беседе. Во-первых, мы, когда возможно, стараемся девчонкам какие-то практики давать, какие-то советы, как им нащупать. Потому что от экспертов, которые уже прошли по этому пути чуть дальше, это очень ценно. Что вот главная задача женщины сейчас проявить себя. Только ленивый про это слово не поговорил. Вот нужно проявляться, как-то проявить, проявить и так далее. Что ты в это вкладываешь? И можем ли мы как-то помочь девчонкам через практически какие-то инструменты приблизиться к этому состоянию? Потому что все есть путь. И это очень длинный путь, и я прекрасно понимаю. Даже в социальном мире я люблю говорить, когда перед студентами выступаю, преподаю, работаю с людьми. Владимир Владимирович Познер стал известным в 55 лет. Это обнадеживает. Это правда. Такая ролевая модель для огромного количества людей в индустрии. Это вот социальный аспект. И проявить себя – это занимает всю жизнь. И вот самым ярким таким свечением откроется, кто знает, через сколько десятков лет, но важно начать. Что такое проявить себя в твоем понимании? Почему это главная задача женщины? И давай дадим практику. Сейчас как будто идет, что… Сейчас уже многие говорят про проявленность. По сути, это даже проявить, такое подсветить. Я обожаю женское развитие, потому что у нас сразу же любые изменения в голове отражаются на лице. То есть я, например, часто на своих мероприятиях показываю до, после. И знаешь, такие микроизменения, когда твое лицо смягчается, когда там загорается такой огонечек в глазах, когда ты начинаешь внутренне сиять. И это всегда проявляется на лице. И я всегда находила таким очень классным бонусом заниматься саморазвитием, духовным развитием. И, по сути, проявить миру заложенные в тебе дары, таланты, то, что, по сути, ты сама себе выбрала как программу на жизнь. Просто не быть вот в этом эгоизме. Я часто же от женщин слышу, что я еще там недостаточно готова. Недостаточно прошла какие-то еще курсы. Недостаточно надо еще там поучиться личному бренду. Что же ему-то обучиться? Так вот, что я поняла, что ты никогда не будешь 100% готова. То есть не будет такого момента, когда скажешь... Конечно. Все. Вот теперь я готова. Ты всегда стартуешь, когда не готова. Только тебе кажется, что ты разобралась, там что происходит? Тебе открывается новый целый спектр непознанного. И лучший способ что-то новое узнать и продвинуться в этом, это на практике. Мы это все знаем со времен института. Так вот, задача еще даже... Я не готова, я все равно туда иду. Именно поэтому я туда и иду. Чтобы в процессе практики ощутить продвижение в этой теме. И я туда иду, потому что мне просто интересно. Нельзя заранее подготовиться, а потом выйти. Все, вот я готова, вот это моя роль, это мой путь. Все, я его сделала. Прошла как бы в теории, изучая книжки, тренируясь на формулах. Надо начать, где бы ты ни был. Ты знаешь, это всегда такой шаг. Как понять, что ты идешь в новое? Это когда ты не понимаешь, что там. Да. Если ты знаешь, что там, то это не новое. Значит, это уже такая копирка старого под прикрытием нового. Новое, это когда ты реально идешь, и ты не понимаешь, что там что-то есть, или ты как-то можешь проявиться, или нет. Но ты все равно туда шагаешь. Ты шагаешь туда под силой веры, какого-то интереса. И ты шагаешь. И у меня муж, он же иудей, да, и мы часто были на разных мероприятиях, где они читают Тору и рассказывают, как вот когда изгоняли израильтян из Египта, и они же заходили в реку. И там не так, чтобы произошло там, как рассказывают историю, ты, значит, идешь, и море перед тобой раздвигается. Они же идут, 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 идут. И только когда уже вода вот так вот настигает, и тебе кажется, что все уже, вот тогда море раступилось. И по сути так же, знаешь, с походом в новое. Ты делаешь шаг, и ты не видишь ступеньку. Но ты его делаешь. И твоя вера настолько сильна, твоя решимость идти в новое настолько сильна, что ты ступаешь, и вдруг обнаруживаешь, что там есть ступенька. Вот настолько, знаешь, сильна вера. Как я сейчас чувствую, что твои дары, таланты, они же даны не тебе, вот личности, моли там или мне, они по сути даны миру для этого времени, для этого пространства, как заложено в нашей программе души. Они просто проходят через тебя. И твоя задача быть просто чистым проводником, не задерживать это в себе. Как раз через такое, я еще пока не готова, я еще недостаточно, нужно еще один марафончик, еще один курсик. Моя задача, по сути, быть просто чистым проводником без искажений, чтобы вот эти дары, таланты, которые я выбрала, просто проводить через себя в служение другим людям. А особенно опираясь на то, что сейчас очень нужна помощь огромному количеству людей, у которых нет, знаешь, такого гибкого сознания. А женщина, она как вода, на прогимкость, промякость, да, это в настроенном. По сути, просто вспоминаем, какие мы, когда мы идем в саморазвитии. И сейчас нужны, особенно женщины в помогающих профессиях, которые про жизнь, про вот эту энергию единства, не разделение. А по сути, любовь, это же что? Помимо того, что такое романтическое чувство, мы все хотим любви, это не разделять. И одна из практик, которую можно взять уже, например, прямо сейчас, вот каждой своей мыслью, каждой своей фразой, каждым своим действием я сейчас способствую энергии разделения, либо энергии единства. По сути, я сейчас иду в сторону больше страха, да, а именно когда нам страшно разделяем друг друга. Да, и разъединяем или разъединяем. Либо я сейчас культивирую любовь. И ты упомянула про гармоничное развитие женщины, про вопрос. У меня просто есть своя система, я люблю объяснять на пальцах. Я считаю, что рука, да, она очень много чего объясняет. Я как-то рассмотрела на руку, и я думаю, вау. И я заметила, что, например, большой палец, если посмотреть, фундамент – это мои отношения сама с собой. То есть то, на чем все строится. По сути, вот я когда девушкам объясняю, говорю, что большой палец – мои отношения с собой, а это именно мое здоровье, мое духовное развитие, мое отношение к себе. Я для себя друг или враг? То есть есть ли у меня контакт выстроенный с собой? Потому что я в какой-то момент проживала, что я рекордсменка по тому, сколько боли я сама себе приношу. Но никто не сравнится. Никто не может столько боли мне приносить, как я сама себе и своими мыслями. Так вот, отношения мои сама с собой, где я сама себе лучший друг, где я уважаю свой путь, где я чувствую свое тело, где я опираюсь на свою интуицию, вот мой контакт с собой. Следующий уровень – это отношения с партнером. То есть дальше они еще по уровню счастья. То есть если, например, у меня нет счастья, нет контакта сама с собой, то с партнером я не могу прожить счастливую, наполненную радостью жизнь. Потому что нет у меня ее в отношениях с собой. То есть я не могу дать партнеру того, что я сама с собой не наработала. И это тоже такая уловка, куда мы попадаем, когда кажется, что партнер должен быть какой-то. Вот партнер там появится, или он там изменится, или начнет там зарабатывать. И вот тогда я испытаю какой-то там уровень удовлетворенности, радости. Следующий уровень, то есть третий уже – это отношения с детьми. То есть когда я проживаю роль материнства. Это не обязательно физические дети, это какое-то время, это мог быть проект, это мог быть какие-то социальные инициативы, благотворительные. Четвертый уровень – это отношения с пространством. Это то, что я говорила, когда я понимаю, что я из любого пространства, где бы ни оказалось, я создаю место силы. Место, где каждый человек, например, семья, если это мы берем дом, где он может быть здоровым, счастливым, где он может проявлять все самое лучшее, что есть в нем, благодаря пространству. То есть я понимаю свою природу, я такая хозяйка очага любого, где бы ни оказалась. Я, например, сейчас даже в отель заехала, такая так, свои кристаллики расставила. Я всегда говорю, я где ночую, где я нахожусь, там мой дом. У меня, я любой отель, я такая, я поехала домой. И у меня часто мои московские друзья, например, переехала в Москву, я говорю, нет, нет, в отель, но я домой поехала. Я домой. Я дома. Я везде дома. Это реально, знаешь, такое ощущение, что я дома. Если я в своей природе, я понимаю, в чем моя сила, и в чем моя природа, я всегда дома. Это как раз, это значит то, что вот женщина, я в какой-то момент такая в достигаторстве начала зарабатывать, я думаю, вот это вот все, дом, вот это все убирать, что-то мысль не для этого зарабатывала, чтобы там домом какие-то задачами заниматься, которые будут делегировать. Я тут на даче была, я с утра до вечера посуду мыла. Вот мы с девчонками приехали, мне так нравится стоять в этой глубокой раковине и смотреть в это окно, на эти сосны, на западающий снег, просто меня, меня можно не кормить. Давайте мне только посуду и я буду ее мыть. Это было так красиво. Да, это может быть тоже, знаешь, такой твой ритуал силы, знаешь, фото контакта. И получается, уже только на пятом месте вот наши бизнесы, проекты, деньги, которые в своей деятельности. Это самое простое. Да, да, да. И знаешь, когда ты вот здесь вот наполнена, то у тебя вообще нет вопросов, как, например, строить отношения. То есть я вообще говорю, что большой пальцем это фундамент отношения с собой, все остальное просто отражение. Твой муж отражение, твои дети, твое пространство отражения, то, что у тебя в голове и твой бизнес, как структура, я не знаю, как ты все держишь, это тоже просто отражение тебя. И каждый раз, когда хочется что-то про мужа, про сотрудников, думать, что-то с тобой случается, каждый раз, вот, например, даже в клубе у нас такая практика, каждый раз возвращаешься к себе. Зачем мне этот опыт? Почему я его создала? Почему я сотворец того, что происходит? И многие женщины, мы наблюдаем, что у нас на первом месте дети, потом там где-то муж, и такой замес, это тоже требует определенной смелости, честности, вот то, с чего мы начинали, это признать, вот то, откуда я сбегаю. И, например, то, что как практическое такое применение, если вы готовы пойти в эту честность, признать, где я сбегаю, то, знаете, просто взять вот эти пять элементов. Мои отношения с собой, с партнером, материнство, дом, бизнес, дело жизни, даже не бизнес, дело жизни называют. То, что ты просто, ты живешь жизнь, ну, каким-то делом занимаешься. Конечно, конечно, не важно, ты собственник, ты наемный сотрудник, ты волонтер в каком-то проекте, это абсолютно дело. И проставь, например, от нуля до десяти, где у меня сейчас моя опора, Просто максимальная честность нужна. Да. А где, например, я сейчас просто туда не смотрела. Ну, кто-то, например, сбегает в бизнес. Да. Например, была какая-то рана в отношениях, я вот теперь в бизнес убегаю. Кто-то сбегает, например, от отношений с собой. Знаешь, я вот очень долго, мне казалось, я такая вся занята, у меня такая яркая, интересная жизнь, мне никогда не скучно, у меня всегда интересные люди, события. А у меня не было времени, то есть я даже, например, у меня моя психолог одновременно до мной смеялась, я такая, я Ваню, типа расслабляюсь, но при этом я смотрю подкаст. То есть, знаешь, у меня не было такого момента, где просто, вот знаешь, самая главная женская практика, знаешь, какая? Созерцание. Созерцание красоты. И это очень важная практика. Я как-то раньше обесценивала ничего не делания, я думаю, как-то надо эффективно это время использовать. Вот просто практика, когда ты ничего не делаешь, у тебя пустой календарь, или у тебя какое-то есть время, ты просто практика созерцания этой красоты жизни в каждом моменте, в каждом элементе. И ты говорила, что мы живем эту жизнь как само собой разумеющееся. А я тут даже, знаешь, просыпаюсь, открываю глаза, у меня тут как-то был такой момент, перед мероприятием, где ты выступала, я просто начинаю реветь о такой, знаешь, преисполненности, что ладно, шанс один на 400 миллиардов, что мы там родились, а сколько шансов, что мы проснулись, и мы не просто живы, у нас еще и все, человек сам по себе, миллиард частиц, и все там за ночь настолько сложилось, все проделано, куча эксплуатационных, управленческих работ, систем сколько сложилось, что ты просыпаешься, у тебя ничего не болит, у тебя есть сознание, которое может как бы мысли соединять, у тебя чистый сейчас ум, сознание, и ты можешь по сути каждый день сделать со своей жизнью все, что захочешь, все в твоих руках, и все сложилось, каждый элемент системы, чтобы ты была, не просто, что ты живешь, что ты еще и здорова. Две грандиозные практики, одна большая, вы берете ладошку, каждый пальчик что-то значит, по десятибальной системе, и отвечаете себе на сложнейший вопрос, требующий максимальной искренности, от чего вы сбегаете. И там сразу раскрывается вот это и есть поле вашей проявленности, вашей деятельности, вашей душевной работы. И вторая практика, которая звучит в одно слово, созерцание, не менее сложно, потому что наш суетливый ум, неспокойный, беспокойный, вроде бы время новое, про которое мы сегодня говорим, требует того, чтобы ты был эффективным, что-то делал, делал. Я когда написала пост о том, что я на даче провела воскресенье, выложила такие идиллические картинки, я пишу это как картинки из Пинтереста, ну это просто картинки из моей жизни, это просто так выглядит мое пространство. И мне написали, так парадоксальный был комментарий, что как вы все успеваете даже отдыхать? Мы живем в такое время, что нужно успевать отдыхать. И это тоже выглядит как это грандиозное дело. Это прям нужно организоваться. Как задача такая, да? Это прям задача, поехать и отдохнуть, что-то такое фундаментальное. Я регулярно это делаю. У меня там еще отвалился интернет, у меня еще и связи не было. Я про утро на даче написала в восемь вечера, когда я вернулась в город только. Просто созерцать и ничего не делать. Мы просто пили чай и болтали, лежали на диване, смотрели в окно и больше не делали ничего. У меня было полчаса зум, то есть вырываешься, потом ты возвращаешься в эту текучую реальность. И это возможно в моей жизни, когда у меня множество проектов, когда у меня пять ютуб-каналов, когда у меня ребенок в девятом классе. Это тоже требует увлечения, участия и тому подобное. Когда у меня заканчивается ремонт, когда у меня масса командировок по стране и заграничных, это все стоит, это нужно все логистику организовать. Это возможно абсолютно для любой женщины, которая чувствует. Я думаю, что если брать верхушки, это вообще не пример. Татьяна Бакальчук. Я думаю, что она тоже умеет отдыхать и делает это. И семь детей, и самый большой бизнес, не просто женский. Один из самых больших бизнесов в стране. Вы представьте, удивительный человек, удивительный объем, масштаб. Меня всегда это очень завораживает. Поэтому две практики забирайте. В описании к этому видео идете там в социальные сети, ссылка на YouTube-канал Кати на ток-шоу, на Telegram-канал, там закрепленный гайд. Так вот, как раз в Telegram-канале у меня есть одна из любимых практик, знаешь, дисциплинирования нашего мозга. Класс. Потому что у нас мозг, знаешь, он состоит из двух частей, где у нас есть такая часть, которая что-то решает. Например, она решает, что для того, чтобы зарабатывать больше, нужно больше работать. И тебе реальность все подстраивает так, что реально, как бы, не работаешь, денег нет. Потому что у тебя просто какая-то часть там решила, или, например, что деньги достаются тяжелым трудом. У тебя реально достраивается таким образом, чтобы тебе твое решение всячески доказать. И так можно по-разному в каждой сфере жизни играться. Например, можно задавать себе вопрос, что со мной не так, блин, почему у меня что-то не получается? И тебя жизнь будет показывать, а вот поэтому, и поэтому, и тут у тебя что-то из рук валится. А вот есть такие вопросы расширяющие. И я по каждой сфере жизни собрала свои самые любимые вопросы в сфере отношений с собой, расширения сознания, управления своей реальностью, контактом со Вселенной. Есть там вопросы по отношениям с партнером, как вот поддерживать этот огонек страсти, удовольствия. Ты с каждым годом, наоборот, еще идешь в углубление отношений. Не скука появляется в отношениях, а наоборот, еще лучше узнаешь себя и, соответственно, партнера. И эти вопросы работают таким образом. В общем-то, коучинг на этом строится, что наш мозг, он не любит неотвеченные вопросы. То есть, например, знаешь, вот есть аффирмация тоже, как инструмент самопознания. Ты стоишь у зеркала и говоришь такая, я самая красивая, сексуальная, такая дикая кошечка. Но ты смотришь от себя в зеркало и думаешь, блин, ну что-то как бы муж такой говорит, да не верю я тебе. А вот если ты задаешь вопрос, например, интересно, вот мне в принципе уже скоро к сорока, а я такая сексуальная, привлекательная, интересно, почему это так работает, почему, например, на меня там все мужчины обращают внимание. И это вопрос. То есть, ты своему мозгу не решение, а прям ты такой поиск решения запускаешь через вопрос. Это ему задачка и он просто тебе даёт решение. И он тут же начинает искать, да, он тут же начинает там выцеплять там, о, вот там, например, вот поэтому, вот поэтому. Здорово. прям по каждой сфере жизни. И у меня огромное количество историй, успеха. По поводу денег, например, там интересно, я работаю меньше, а денег приходит больше. Знаешь, там такие составляющие, что есть интерес, такая, знаешь, детская энергия, когда у тебя нет ожидания. То есть, через интерес запускаешь исследование, как это в моей реальности работает. У меня есть подруга, которая после развода, у неё было прям, знаешь, такое четкое, типа, нет нормальных мужчин. То есть, у меня решение было, нет нормальных мужчин. Вот все хорошие, разобранные, либо там они женаты. Я говорю, ну смотри, я верю, что у тебя именно так, потому что ты, ты определяешь так свою реальность. А сейчас, знаешь, такое время, что каждое слово, как вот аффирмация. Да. Ты прям манифестируешь вот как бы вот этот слой реальности. Я говорю, два раза просто поиграем. Вот интересно, почему все мужчины смотрят на меня? Он говорит, какая-то ерунда. Что значит, какой-то вопрос? Я говорю, давай прям, мы поставили там заставку в телефоны, тоже, кстати, можете это сделать, там какой-то вопрос взять. И поживи с ним. И она сказала, какая-то дурацкая игра с этим вопросом жить. Мы пошли с ней в ресторан. Я говорю, интересно, вот почему на тебя так все мужчины смотрят? Она говорит, да никто на меня не смотрит. Я говорю, в смысле? Официант, только что подошел, принес тебе еду. Он на тебя посмотрел. Он говорит, официант на меня посмотрел, тоже мне. Типа этого раунда. Потом, значит, консьерж, который нас провожает, мы с отеля выходим. Я говорю, смотри, как он на тебя смотрит. Он такой, ну да, он так на меня заинтересован. И как бы мы начали раскачивать какую-то реальность, мозг, ты знаешь, прям прибыв в какой-то концепции жить, и ты начинаешь так раскачивать, это через вопрос. Потом, таксист, мы едем в торговый центр. И в итоге, она начала с этим вопросом играться, вошла уже реально в интерес. Так у нее через этот вопрос, у нее просто, она снимает селфи, она блогер, и к ней подходит, она мне говорит, Катя, она начала прям прихорашиваться, одеваться, макияж на его проводить, потому что, ну реально интересно, почему все мужчины обращают на меня внимание, почему я такой магнит для притяжения мужчины. Я начала так жить, и буквально, по-моему, две недели прошло, она мне прислала фотографию уже со своим мужчиной, с которым они на сейси пор живут вместе. Так что это работает в любой сфере жизни, и по здоровью, по материнству, например, у нас у всех бывает чувство вины, что где-то я там не до мать. Так вот интересно, почему мои дети могли выбрать самых разных мам в этом мире, но они выбрали именно меня. Почему они выбрали для себя, что я лучшая для них мама? В общем, там много интересных вопросов, это мой любимый инструмент, если с ним вот пожить, не просто прикольные вопросы, а прям пожить, выбрать какой-то вопрос, например, вам откликнется, и вы, вау, а что если я с этим поживу? И пойдете туда с детским интересом, вот раскачивать жесткие ментальные конструкции, которые мы собираем, там кто-то 20 лет, кто-то 30, кто-то 40, начнет их чуть-чуть раскачивать, и вообще вот таким образом можно строить свою реальность через вопрос. Забирайте эти бесценные подарки от Кати, от нашей команды, от того пространства смыслов, которые мы создаем на нашем видеоканале женщины, в нашем новом сезоне новые женщины. Описание к видео, повторюсь, это просто кладезь знаний, подарков, это ваш золотой призк, идите туда и возьмите, пожалуйста, все, что там обозначено, там подробные инструкции, по каким ссылочкам вы что получите. Увидимся во втором выпуске и ту тему, которую мы сейчас начали, очень важная про проявленность. Развернем ее максимально красиво, максимально объемно. Мне нравится очень этот плавный темп, который мы выбрали. Оставайтесь с нами, если вы не подписаны на канал. Женщины, обязательно подпишитесь и колокольчик поставьте, чтобы уведомления о свежих выпусках вовремя к вам приходили. Спасибо. Спасибо, дорогая. И увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok